Привет парни, привет медведи, привет подписчики и гости канала. Сегодня я хотел бы такую тему затронуть, как мужской комплекс вины. Что я могу о нем сказать? Конечно же он присутствует. Присутствует он абсолютного большинства всех мужчин. Откуда он берется? Берется он из детства. Мальчик только рождается и уже начинает в нем взращивать это вот зерно вины. Мужчина всегда должен быть во всем виноват. Мужчина всегда должен нести за всю ответственность. Мужчина полностью должен контролировать не только себя и свою жизнь, но и все, что происходит вокруг. Даже если это к тебе не имеет никакого отношения. Сейчас попробую я более подробно объяснить о чем я. Вот смотрите, мальчик рождается и сразу же с самого детства, сначала мама, потом в детском садике, потом учительница в школе и так далее. Потом педагог в университете, потом супруга и пошло-поехало. Всегда в мужчине выращивают вот это чувство вины. Ты виноват всегда из-за всего. Упал, значит разбил коленку, виноват. Сделал что-то не так, виноват. Поступил как-то не так, как хочется твоей маме, воспитательнице, учительнице, супруге. Ты виноват. Всегда в мужчине вот это вот взращивают. И мужчина естественно вырастает вот с этим вот комплексом вины. Абсолютно подавляющее большинство мужчин имеют вот этот комплекс вины. Всегда мужчина во всем виноват. И именно из этого комплекса вины уже действует такая вещь, что ты же мужик, да, вот эти вот манипуляции. Мужчина не жалуется, мужчина не плачет и так далее, и так далее, и так далее. Когда мужчина уже вырастает и он женится, начинает вот этот вот комплекс вины в нем поддерживать. Дальше уже его супруга. Ты мало зарабатываешь, ты лежишь дома на диване. Ты еще что-то не делаешь. Не прибил полку, не забил гвозь и так далее, и так далее, и так далее. Вот они там поехали, соседи у нас отдыхать на море. А вот у Любки шуба там получше, чем у меня. И постоянно вот это вот чувство вины в мужчине есть. Мужчина живет с этим чувством. Мужчина думает, да, действительно. В детстве я такой вот был, да, особенно мамы иногда любят. Ты там балбес, ты там разгильдяй. Вот смотри, вот этот сын маминой подруги, он такой хороший, замечательный, а ты не такой. А ты вот двойку сегодня получил, а ты там рубашку новую порвал, ты еще что-нибудь сделал. И вот это вот все в мужчине растет. Мужчина вырастает и, конечно же, он не может избавиться и скинуть себе окову вот этого чувства вины. Это очень серьезно влияет, а, на его психику, б, на его психологию, ц, на его самооценку. Ну и в частности, в целом, на качество его жизни. Мужчина как только пытается от чего-то из этого избавиться, во-первых, ему не дают осознать сам факт присутствия в его жизни вот этого чувства вины. Потому что это делается не как комплекс, это делается как социальная обязанность мужчины перед социумом, перед обществом. Ты обязан не жаловаться, ты обязан зарабатывать, ты обязан обеспечивать, ты обязан содержать, ты обязан нести за всю ответственность и так далее, и так далее, и так далее. В том числе, вот почему мужчины не так часто обращаются за медицинской помощью, как следовало бы. Да потому что, опять, это будет у него чувство вины. Тебе же с детства сказали, привили вот эту вину, мальчики не плачут, мальчики не жалуются и так далее. Пошло и поехало. И мужчина вырастает и думает, ну я же мужик, я же мужчина, значит я не должен жаловаться, ну подумаешь у меня температура, ну подумаешь кашель, ну подумаешь спина болит и так далее. Он с этим живет, эти болячки у него нарастают, мужчина не получает нужного ему необходимого медицинского обслуживания. И когда приходит уже время, так скажем, старения, ну такого глубокого старения, мужчина не выдерживает его организм. И, конечно же, они уходят на жизнь раньше, чем женщины. Почему? Да потому что у женщины такого нету. Женщины выращиваются с чувством того, что она никому ничего не должна, что за нее должен нести ответственность мужчина, что девочка может поплакать. Для девочки нормально с температурой 36,9, обратиться в поликлинику, взять больничный бюллетень, да, и спокойно отлежаться дома и подлечиться, это естественно, это нормально. Для женщин, у мужчин же такого нету. Какие же признаки комплекса вины, да, это, конечно же, психологическая тяжесть. То, о чем я, в принципе, только что и сказал. Мужчина с этим живет, он не может с этого сбросить. А не может сбросить только потому, что он не понимает, что в нем есть вот этот вот комплекс, который в нем развили. Потом, следующий признак, это мужчина, который постоянно извиняется, да, очень часто, так как мы всегда виноваты, а за то, что ты сделал что-то не так, принято в обществе извиняться, да, приносить свои извинения. Не уступил бабушке дорогу, там, место в общественном транспорте, виноват. Не уступил женщине дорогу, виноват. Сделал еще что-то, ты везде всегда виноват. Не оказал какую-то помощь, там, женщина ехала на автомобиле, у нее, значит, колесо спустило, ты мимо проехал, фу, ты не мужик, ты виноват. И всегда мужчина находится в такой позиции, когда ему постоянно приходится извиняться. Извиняться абсолютно за все, за все. Даже если ты, ну, как бы не имеешь какой-то ситуации, абсолютно никакого дела, абсолютно к ней не причастен, все равно в тебе вот это чувство вины заставляет тебя извиняться. Извиняться перед детьми, извиняться перед матерью, извиняться перед воспитательницей в детском саду изначально. Потом постоянно извиняться перед женщиной. И женщина, когда вырастает, она знает, что у мужчины это чувство вины есть. И когда она начинает жить с мужчиной, да и вообще в жизни, да, в обществе, женщины очень часто говорят, ну, ты же мужик, ты же настоящий, ну, ты же должен уступить женщине, да, и так далее. И все, и ты с чувством вины поднимаешь свою жопу, ты уступаешь ей место, ты пропускаешь ее вперед, ты берешь ее тяжелые сумки, которые, в принципе, не должен, да. Ну, мы же, как мужчины, должны же, обязаны даже женщине помочь донести чужие сумки. Вот это вот все чувство вины. И каждый раз даже мужчина, если не в целом извиняется, он мимо проходит вот так вот этой женщиной с сумками и про себя говорит, слушай, блин, малая, извини, конечно, я бы тебе помог, но у меня какие-то дела. Хотя это нормально пройти мимо, потому что она для тебя никто, и ты ей, в принципе, помогать не должен. Да, я согласен, есть определенные вещи, где, я считаю, любой человек, независимо от того, мужчина или женщина, должен оказать какую-то помощь, должен помочь. Ну, к примеру, это престарелые люди, это маленькие дети, либо если очевидно, видно, что человек нуждается в конкретной какой-то помощи, возможно, это инвалиды. Тогда это не важно, ты мужчина или женщина, проходить, считаю, не нужно. Дальше, да, один из комплексов идет, признаков, да, это неуверенность в себе. В принципе, это понятно, и объяснять здесь ничего не надо. Мужчина, который растет вот с этим вот качеством, чувством вины, он, конечно же, не может быть уверен в себе на 100%. Тому объяснять вам, ребята, незачем, да. Ну, и такая тема, как негативизм, то есть, это постоянно мужчина видит себя, свою жизнь в каком-то негативном цвете, в каком-то негативном плане. Он постоянно себя за что-то ругает, он постоянно говорит, что вот если у меня что-то не получилось, это виноват всегда я. Если у моей супруги что-то не получилось, это виноват я. Если с моими родителями что-то случилось, это виноват я. Если у моей тещи забор на даче стоит криво, это виноват я. Если у моего тещи не заводится 412-й москвич, это виноват и я, потому что это и я не пришел, это и я не сделал, это и я не помог. И, конечно же, в таком случае, в таком ключе жизнь мужчины не может носить какие-то радужные светлые оттенки. Конечно же, все это серо, все это неинтересно, все это на негативе. Вот эти основные признаки, причины, которые я уже, в принципе, называл, это, конечно же, неправильное воспитание, это давление коллектива. И одна из главных причин это особенности характера. Я считаю, я уверен, что характер в мужчине должен воспитываться именно родителями, в частности, отцом. Женщина не может в мужчине воспитать настоящий мужской характер. Есть исключения, не спорю, но в большинстве случаев это именно так происходит. То есть, женщина не заинтересована в том, чтобы мужчина вырос со своим характером, со настоящим мужским характером. Как это было на протяжении очень многих-многих-многих-многих сотен лет и тысячелетий, когда мужчина действительно был мужчиной. А не то, что сейчас мы называем вот, ай, это тряпки, ай, это голубизна, а он штанишки не те одел, а у него прическа такая. Так откуда это пошло? Да потому что мужчина становится уже далеко не мужчиной. И кто этому вину? Ну, конечно же, это делают женщины, хотя я вот тоже не понимаю, хотя почему не понимаю? Женщина стелит там, где ей нужно. Там, где ей не нужно, конечно же, мужчина должен, мужчина обязан. И там она уже не сильный пол, а слабый. Ну, я сейчас не про доски. Ладно, ребят, надеюсь, вы меня услышали, надеюсь, вы меня поняли, надеюсь, вы меня запомнили. И, конечно же, в первую очередь, учитесь избавляться от этого чувства вины и научитесь, самое главное, говорить нет. Вот тогда вы потихоньку будете избавляться от такого. Все, подписывайтесь на канал, чтобы дальше ничего не пропустить. Пока.